Доброе утро! Анастасия Поползина. И мой коллега, который вот только-только вышел из отпуска, Габриэль Арма. Сегодня он не один. Мэгги Арма, наконец-таки, тоже с нами. Ну, мы рады, что это утро начинается вот с таким позитивом. Ну и, конечно же, с нами ведущая утренних новостей Анна Троягуова. Доброе утро, Аня. Доброе утро, Анастасия Габриэль. Доброе утро всему Красноярскому краю. Мэге тоже желаю радостного дня сегодняшнего. Наконец-то у нас уже совершенно теплая погода. Между прочим, сегодня начинается весенняя неделя добра. Поэтому я вот всем советую, вам советую. И всем-всем-всем начинать творить добро. Любое. Главное, чтобы было добро. Еще хочется сказать, что эфир у нас сегодня будет необычный. Третий час программы «Утренний Несей» пройдет на выезде. А вот где, расскажем чуточку позже. Ну, а прямо сейчас, Аня, давай расскажем о местах. По данным синоптиков, Красноярского гидрометцентра уже сегодня в краевой столице потеплеет до плюс 13. А в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 18. При этом ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. К вечеру возможен небольшой дождь. Начало рабочей недели обещают быть также теплым. В понедельник около 15 градусов тепла. А к четвергу в Красноярск придет настоящая летняя жара. По предварительным прогнозам воздух прогреется до плюс 25. Это будет связано с тем, что на среднем течении Несей у нас выйдет очередной циклон. У нас появятся градиенты и усилится ветер. И он потом на понедельник перейдет. Начало следующей недели предварительно небольшой дождь. И ночные порядка 6-8, а дневная 12, 14 в понедельник. И предварительно на вторник. Ну, там у нас возможен небольшой дождь. Но температура порядка 16-18, 17-19 градусов. Далее полезная программа. После нее узнаем, из чего сошьет знамя Великой Победы. Смотри, не проспи эту субботу. В Красноярск приехал Липовый Челентано. Сколько ему пришлось работать, чтобы полностью скопировать образ известного певца и актера. И что сам Адриана Челентано думает о своих подражателях. Зелень полезна для здоровья. Но оказывается, ее можно выращивать не только летом на огороде. Как из одной баночки вырастить мини-огород, узнаем из новой серии спецпроекта «Крошка Сан». Что шьют, поют и показывают красноярцы к 9 мая, узнаете в программе «Утро на Енисеи». Наши гости покажут лоскутки большого знамени Великой Победы. Ландшафтный дизайнер объяснит фишки создания стильных газонов и водоемов. А две сестры из Ермаковского района продемонстрируют лепсинг по-деревенски. Зачем девчонки снимают клипы на известные зарубежные хиты. И конечно, во время национального турнира по роликам встанем и всех поставим на коньки. Трюки от лучших райдеров и свидания на роликах первой пары клуба знакомств. Не пропусти субботу! Утром на Енисеи будет экстремально. Есть у нас новое сообщение. Настя, Габриэль, вы любимая пара моей Верочке. Передайте ей привет. Та-дам! Верочка, привет тебе от твоих любимых ведущих. И от, конечно же, от Мэгги и человека, который написал нам смс-сообщение. Привет! Да, тут вот твоя поклонница Анечка не унимается. Габриэль и Настя, вы просто хорошие, вы такие хорошие, просто супер. Давно не было Габриэля в эфире. Думала, что ты ушел, Синесень. Куда же он идет, Анечка? Мы его просто не отпустим. Ну и, собственно, конечно же, Мэгги просто супер, как ее хозяин. Спасибо большое. Очень приятно, что вы смотрите нас и помните о этих приятных моментах. Ну, а мы продолжаем. Хотелось бы сказать, что в Красноярск приехал Липовый Челентано. Липовый? Липовый. Ну, горожане с удовольствием пошли на его концерт, зная, что он не настоящий. На самом деле, Маурицо, так зовут заезжую звезду, даже грим не нужен. До того, он похож на известную мировую знаменитость. Ну, собственно, с подробностями наша коллега Лучия Постяка. Липовый Челентано Маэстро и в живом исполнении послушать песни, по которым несколько десятков лет назад сходили с ума во всем мире, в Красноярске пришли около тысячи человек. Но он ведь не настоящий. Он очень похож на него, у него замечательная песня, он поет в живую. Привет, мой любимый песок. Но ведь это не настоящий ваш любимый. Тем не менее. А никогда не хотели быть похожим на настоящего Челентано? Я и так похож. Чем? Коротко. Энергетикой. 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 Когда смотришь из зрительного зала, сходство артиста с настоящим Адрианом Челентано настолько поразительно, что забываешь, что перед тобой двойник. А благодаря своему темпераменту, энергетике, артисту на то, чтобы расположить к себе красноярцев, хватило и первых двух песен. Для перевоплощения Маурицу не требуется даже специальный грим. То, что он похож на Адриана Челентано, ему постоянно говорили друзья и родственники. Тогда Маурицу стал слушать песни итальянской звезды и понял, что они схожи и по тембру. Копировать голос, манеру исполнения песен, движение и мимику артисту нетрудно. По его словам, все это идет изнутри. Но самое главное, говорит Маурицу, не потерять свою личность. Я получил недавно хороший комплимент от одной женщины. Мы были, по-моему, в Нижнем Сахалинске. Она видела самого Челентано в 87-м году. Единственный раз, когда он был в Москве. И она мне сказала... Молодец. Ты настоящий Адриана. У тебя все-таки есть своя личность. Это хороший комплимент. Маурицу, кстати, родился на одной улице с великим итальянским актером. А еще, как и Челентано, некоторое время был сантехником и зарабатывал физическим трудом. Поэтому он очень ценит, что смог найти свое место на сцене и дорожит вниманием зрителей. Это та публика, которая больше всего любит Адриана Челентано. Очень горячая публика, очень теплая. На все концерты мне приносят цветы. Как будто зрители хотят оставить мне хоть что-то от них. И даже маленький брелок или платок. А вот примерить на себя образы звезд российской эстрады актер не готов. И главное препятствие – язык. Хотя несколько слов по-русски он уже выучил. Да и просторы страны изучил неплохо. Из окна поезда. Трудно проводить поезде по 15-17 часов. Утомительно. Мы уже месяц ездим по этой громадной России. Поэтому надо привыкать. Иногда мне мешает разница во времени. Я не помню, мы сейчас живем на час раньше или позже. Я даже не помню, какой сегодня день. Сам Адриана Челентано в Россию вряд ли приедет. Поэтому спросить, как он относится к своему двойнику невозможно. Говорят, он заявил, что ему нравится смотреть на себя. Молодого и беззаботного. Хотя сам Маурицо об этом никогда не слышал. Спасибо большое. А тут и куанти. Спасибо. Грации. Чао. Ну что же, одним из самых ярких событий уходящей недели стал творческий прорыв села Жилбахты Ермаковского района Красноярского края. Сельские школьники буквально взорвали интернет. Собственно, девочки сами снимают альтернативные клипы на популярные песни. Ну и вот главные роли в нем исполняют. В гостях у нас сестры Анна и Арина Новоторженцевы. Доброе утро, девчонки. Здравствуйте. Доброе утро, девочки. Скажите, скажите, пожалуйста, как вы сами называете такой формат выступления? Ну, фото и видеосъемка, видеоиндустрия. Ну, мы как бы снимаем и монтируем клипы. Ну, видеосъемка. Вообще, наверняка, каждый из нас там в детстве пел в расческу перед зеркалом. То есть это, в принципе, не ново. Но, тем не менее, как вот идея пришла создать именно такой творческий коллектив? Ну, у нас брат с сестрой раньше в детстве снимали, занимались видеосъемкой. И мы эту идею подхватили и сами решили заниматься таким делом. Вот с 2011 года занимаемся этим делом. Мы снимаем клипы. Раньше не выкладывали, а вот сейчас появился интернет в деревне. И решили показать это всему миру. И наконец-то про вас теперь узнала вся страна. «Новатор Систерс» называется ваш творческий дуэт, я так понимаю, правильно? И под этим названием вы выложили уже не одно видео? Десять штук. Десять штук? Да, десять. Сколько с 2011 года? Нет, не с 2011. Вот мы с осенью, с ноября мы выкладываем. С ноября. А в 2011 году у нас не было интернета, вот появился, а мы сразу решили всем помогать. Но вы подготавливали эти десять клипов до... Нет, нет, нет. Сняли вот с ноября месяца и сразу выложили. Какой самый удачный? Самый удачный первый клип, он набрал больше всех просмотров. Сколько? 900 с чем-то. 900 с чем-то. Нормально, для первого раза так вообще хорошо. Нет, нет. А на какую песню был клип? Под Сию. Это вот то, что мы сейчас видим на экране, нет? Эти кадры, наверное, тоже появятся. Вообще, как вы выбираете композиции, под которые снимать клип? Может быть, это ваши любимые исполнители? Может быть, не знаю, самые популярные на сегодняшний день? Ну, нам некоторые люди заказывают, чтобы мы под них сняли клип. Некоторые песни мы сами выбираем. Некоторые люди это какие-то. Ну, как бы, просто за неделю набирается, и мы выплескаем это все. Все здорово. Ну, вот сверхзадача есть у вашего прекрасного коллектива? Какая сверхзадача? Создать свою песню и снять под нее клип. То есть на данный момент? Да, стопроцентный свой продукт выпустить. Свой продукт. И это должны сделать за какое время? Ну, через месяц мы уже сделаем это. Напишем песню, запишем ее. Сестра повернулась, да? Так быстро? Ну, вот так все и рождается, на самом деле, в споре, в такой небольшой импровизации. Вообще, сегодня набирают обороты вот такие трибьют-шоу. Вот то, о чем был наш предыдущий сюжет, когда выходят двойники на сцену и перепевают композиции известных исполнителей, не скрывая от того, что они реально двойники. Вы вот не хотели себе попробовать вот в этой индустрии, да, в этой нише? Ну, наверное, нет. Мы не хотим. Да, все-таки сложно. Надо на уровень такой же выйти. Что-то уметь уже. А у нас еще ничего такого нет. Ну вот, а как относятся родители к вашему творчеству? Потому что школа школой, а клипы клипами. Много времени... Да, много времени уходит на снятие клипов. А родители говорят, за уроки. Не, у нас все родственники в восторге. Все хотят, чтобы мы выпускали новые-новые клипы. В школе это не мешает, потому что мы после уроков идем, снимаем. Ну, вот единственное... А домашнее задание когда делать? Вот уроки закончились, пошли снимать. Время 11 вечера, пора спать. Как-то успеваем. У меня хорошая успеваемость, мне кажется. У меня аттестат будет с одними пятерками, я от личницы выхожу. А вообще, твой голос у вас хороший? Ну, мы так иногда поем. Ну, мы поем в клубе у мамы, на работе там. Мы поем, по-моему, на родный дом в жилахты. Ну, вообще, на самом деле, я знаю, что вы любите земфиру петь. Вот у нас есть возможность предложить вам спеть песню земфиру. Земфиру, да. Будете? Давайте попробуем. Того варианта. Мы не против. Отлично. Ну что, мы там и телезрители прямо сейчас, в прямом эфире. Коллектив «Новатор Систерс», да, сестры Арина и Анна, пожалуйста, вам в карты в руки, так скажем. Можете вставать вот сюда, чувствовать себя на импровизированной сцене программы «Утро на Енисеи». Музыку в студию. Поехали. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными. В журналах ино, среди друзей, в день, когда нашла, с ума сошла. Ты совсем как в айбомах, где я рисовала тебя дворами. Лучше были звонки, ночные больше слезы, нервы любого. Ну что же, большое спасибо, девчонки. Это был фрагмент песни «Зимфиры» в исполнении коллектива «Новатор Систерс». Девчонки были у нас сегодня в гостях. Большое спасибо, что пришли, не побоялись. Ну, как и стали, мы камер не боимся, мы это увидели прямо сейчас. Большое вам спасибо и огромных творческих успехов в ваших начинаниях. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, что у нас в гостях. И у меня для вас есть подарок один, только что сделанный вручную. Еще один видеоклип. Совершенно верно. Ну, а мы продолжаем и прямо сейчас тоже от музыкального к музыкальному творчеству. Переходим и прямо для вас проснись и танцуй. Смотрим. Танцуй пока молодой мальчик, ну или девочка. Впрочем, не важно. Главное, танцуй. Танцуй пока молодой мальчик. Танцуй пока молодой мальчик. Нормально? Ну что, мы продолжаем и сейчас у зрителей программу «Утро на Енисея» есть уникальная возможность получить редчайшие издания спецсерии, посвященные 70-летию Великой Отечественной Победе. Книга называется «Присвоить звание героя». В ней собраны истории красноярцев и участников войны. Ну, собственно, достанется спецсоздание тому, кто правильно ответит на вопрос. Вопрос следующий. Какой самолет сбил герой Советского Союза красноярец Николай Яковлевич Тотмин в свой, ну, тот самый памятный воздушный бой? Есть у нас три варианта ответа для вас. Это «Юнкерс-88», возможно, это «Мистер Шмидт-109» либо «Юнкерс-99». Ну и, собственно, если вы знаете правильный ответ, звоните нам по телефону прямого эфира 237-0136. Ну и, собственно, код города Красноярска 391. Конечно. Еще раз, вопрос сложный, я думаю. Внимательно проанализируйте и, конечно же, дайте правильный ответ. Мы ждем ваших телефонных звонков, а прямо сейчас посмотрим сюжет. Да, прямо сейчас посмотрим сюжет такой. Вот Славе Громову очень повезло, можно сказать, потому что он пошел, попал на репетицию одного из городского ансамбля, который готовится к Великой Дню Победы. И как они готовились, и что отжидает наших горожан, узнаем прямо сейчас. Красноярск и красноярцы продолжают готовиться к празднику Великой Победы. А какой же праздник без песни? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ансамбль песни «Краса» репетирует музыкальный спектакль к 70-летию Великой Победы. Основой которого стали песни военных лет. Задушевные, мудрые, искренние и потому любимые многими поколениями. Почти 100% новых номеров, посвященные нашей Великой Победе, вот этой теме. И программа достаточно насыщена и в плане количества и качества номеров. Она насыщена, она пополнена еще тем, что мы приглашаем артистов дополнительных, для того, чтобы немножко масштаб увеличить. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В одной из швейных школ Красноярска также кипит работа по подготовке к Великому Празднику. Швея Наталья Лопатко решила, что самым актуальным головным убором станет военная пилотка. Данный предмет гардероба Наталья шьет в первый раз и очень волнуется за качество, ведь это один из ярчайших символов Победы. Кстати, о символах Победы. Красноярский музейный центр предлагает краевым музеям разместить у себя передвижную выставку, посвященную памяти о Победе в военных фотографиях. Выставка под названием «Мечты, надежды, время» — это 53 рассказа в фотографиях о жизни и судьбе ветеранов, которым от 80 до 100 лет. Они умеют ценить настоящее, их юность прошла в годы Великой Отечественной войны, многие из них потеряли родных и близких. Все их подвиги ради мира и жизни не остались забыты. Ну а у нас уже есть телезритель, который дозвонился до нас и, возможно, знает правильный ответ. Доброе утро. Габриэль уже как раз студирует книгу. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Ирина. Ирина, откуда вы нам звоните? Из города Красноярска. Отлично. Ну, есть у вас возможность получить эту замечательную книгу, если, конечно же, правильно ответите на вопрос. Итак, какой самолет сбил герой Советского Союза красноярец Николай Тотмин? Это второй вариант ответа. Мистер Шмидт, 109. И действительно правильно. Мы вас поздравляем с этим замечательным фактом, что вы хорошо знаете историю, и эта книга отныне ваша. Забрать ее можно у нас в редакции по адресу Остров Отдыха, 10, дробь 1, предварительно позвонив по телефону 233-11-66, вам подскажут, когда лучше подъехать. Можно это сделать, кстати, прямо сегодня. Да, поздравляю. Если вы еще нас слышите, у вас есть возможность несколько секунд передать какие-то приветы, поздравления своим близким и друзьям. Передаю привет всему городу Красноярску, всем и вам, в том числе хорошего настроения, позитивного, отличного, хорошего дня. И вам, конечно же, таких же теплых пожеланий отлично провести эти выходные, субботный и воскресный день. Ну а мы продолжаем. И прямо сейчас вот хотелось бы прочитать, каким губительным последствиям приводят азартные игры? Как изменить свою жизнь? И как Иван Царевич справился с препятствиями на пути к любви? Я вот не знаю, где ответ искать на эти вопросы. А вот я знаю. Ответ вы можете узнать прямо сейчас, когда посмотреть все эти новости и фильмы, и программы в обзоре нашем прямо сейчас. 18 апреля международный отряд энтузиастов-инженеров отмечает День радиолюбителя. Собирайте свои теле- или радиоприемники и находите чистоту телеканала Енисей. Целую партию скумбрии горячего копчения. Ты вчера продала, как холодное копчение. Так же нельзя. Что делать будем? В жизни Лизы нет никакого просвета. Она с утра до вечера торгует рыбой на оптовом рынке, терпит грубости начальника, а дома ее ждут попреки мачехи и вечно пьяный отец. Каждый день, проходя по центральным улицам, она с замиранием смотрит в стеклянные витрины, за которыми скрыт другой, сказочный мир. Мир счастливых людей. Что поможет резко изменить жизнь девушки, узнаем сегодня в художественном фильме «Цветы от Лизы» в 20.45. Пожалеете меня? Я непременно должна его увидеть. Скажите, с ним ничего не случилось? Героиня фильма Рита вынуждена скрываться. Ее друг Алеша исчез, проиграв в рулетку «Чужие деньги». Но ее спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба «Яя», живущая единственной мечтой – накопить денег и уехать в некую сказочную страну глухих, где царит добро и справедливость. Неожиданные девушки оказываются в центре жестокого столкновения двух кланов. Мафии – глухих и слышащих. Чем вооружены глухие злодеи и где находится сказочная страна? Ответы в художественном фильме «Страна глухих» в воскресенье в 21.00. Здесь, на сибирской земле, с юга на север учить свои воды, могучий седой Енисей. Сразу после программы «Утро на Енисеи» увидим телеверсию конкурса, известного каждому студенту. Студенческая весна. Во время проведения фестиваля красноярские студенты соревнуются в восьми дисциплинах. В конкурсах солистов и вокальных коллективов, в танцевальном конкурсе и в других творческих направлениях. Завершается фестиваль большим галоконцертом победителей, который мы и увидим сегодня в 12.00 на Первом Краевом. Пожар в Хакасии и прямая линия с президентом. Подведем итоги в воскресенье в 18.30 и 23.30. На этой неделе у нас будет не совсем типичный выпуск. Я бы даже сказала совсем не типичный. Просто потому, что большая его часть будет, конечно, посвящена Хакасии. Так сложилось, что на этой неделе трагические события в республике стали главной темой. Было у царя Гурьяна три сына. Старшего звали Феодором, Среднего Василием, А младшего Иваном. Иван-царевич полюбил лесную царевну Марью. Но их счастью мешают темные силы. Коварные и завистливые Ивановы братья Федор и Василий. И обитающая в Марьином лесу нечисть, Баба-яга, Леший и другие. О приключениях и подвигах, и о благородстве и храбрости исконно русских героев напомним себе в 14.30 на телеканале «Инисей». О-о-о! Какой красивый тортик! Каждый документальный фильм «Свадебный переполох» — это встреча со звездной парой. Наталья Королёва и Сергей Глушко, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. И многие другие станут героями фильмов. Кто-то закатывал пир горой, другие — наоборот. Старались спрятаться подальше от посторонних глаз. Как звездные невесты выбирали наряды, а женихи нервничали, узнаем сегодня, в 19.35. И в воскресенье, также в 19.35. Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь и расцвел подснежник. 19 апреля — День подснежника. Радуйтесь весне вместе с телеканалами «Инисей» на этих выходных. Доехал! Как плохо, что руки обе заняты. Доброе утро, зритель! Доброе утро, красноярцы! Мы покинули нашу уютную студию для того, чтобы оказаться в центре экстремальных видов спорта — «Спортекс», где сегодня пройдет мегачемпионат «Рэд Джем», где куда съехались лучшие райдеры со всей России для того, чтобы помериться трюхами. Почему же ты не говоришь, кто доехал от этого замечательного места Славы Громов? Я, Анна Троегубова. Мы не просто встречаем вас сегодня. Мы, как и наши все замечательные роллеры, тоже стоим на роликах. Кстати, в первый раз, я вам скажу, оба стоим в первый раз. Но, как видите, не падаем, слегка уезжаем. Но, я думаю, это не беда. Мы обязательно въедем назад к вам в кадр. Въедем? Вернемся? Окей, обязательно вернемся. Главное — не упасть. Это очень важно. И скажу я вам, что здесь уже начинают собираться ребята, первые участники. А вот вчера, накануне, мы встретились с замечательным бразильским участником. Он был гость большой нашего мероприятия. Юрий Боттлхо его зовут. На самом деле, разница в часовых поясах, как вы сами понимаете, достаточно большая. Поэтому он еще спит. Но мы вчера узнали все его секреты. И он нам рассказал все, что он думает о Сибири. Какой-то замечательный вид спорта. Мы давайте послушаем и посмотрим его трюки. В общем, смотрите и не упадите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я начал кататься на роликах еще в 10 лет. И сейчас могу сказать, что это уже мой стиль жизни. Катаюсь каждый день. У нас в Бразилии очень развит этот вид спорта, впрочем, как и другие. И чаще всего мы просто садимся в машину и перемещаемся по центру, по окраинам. И ищем места, пригодные для катания. И стоит сказать, что именно в Бразилии для этого созданы все условия. Многие роллеры стремятся попасть, чтобы опробовать, объездить все самые необычные места и сложные конструкции. Я остаюсь именно уличным райдером. Поэтому везде стараюсь отыскать интересные места. Будь то перила у супермаркета или дворовая лавка. И в агрессивных роликах меня привлекает адреналин, который ты получаешь. Страх, конечно, всегда был и есть, но с годами учишься его контролировать. В России я всего несколько дней впервые в Сибири. Пока еще не успел проехаться по вашим улицам, но готов. Взял с собой больше теплых вещей. Ребята здесь очень талантливые, это видно сразу. Тем более, что все условия для занятий тоже присутствуют. Прекрасный скейт-парк, преподаватели. А главное, много ребят с горящими глазами, которым, и это видно, нравится то, что они делают. И не стоит бояться, если однажды ваш ребенок придет и скажет, что он всерьез хочет кататься на роликах. Прекрасный скейт-парк. Прекрасный скейт-парк. Прекрасный скейт-парк. В Кодинске и Енисейске возможен небольшой дождь, также плюсовые температуры. В Лисосибирск-Богучаны облачно возможен дождь до плюс 11. В Большая Мурта-Бор облачно возможен снег или дождь. Там уж как повезет. В Красноярске днем пасмурно, дождь плюс 12. Вечером небольшой дождь плюс 9. Ветер западный 4,6 метров в секунду. Довольно ветрено. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Далее небольшой блок рекламы и мы к вам обязательно вернемся в нашу импровизированную студию на колесах. Своё мастерство показывает зрителям утром на Енисея Гриша Михайлицем, призёром международных соревнований. Он приехал к нам. Вот это умение. Я даже не знаю, сколько нужно тренироваться, чтобы так получилось. Вот он сейчас прыгает по рампам и лестницам, и я вдруг понимаю, что мне такого не постичь просто никогда. Да ты встал первый раз на ролике, ты сейчас упадёшь. И встаю я не верю. А он не просто едет, он подпрыгивает, перескакивает, и мне кажется, он совершенно ничего не боится. Смотри, что он делает. Просто настоящая сорви голова, ну в прямом, переносном смысле этого слова. Чую я, уровень этих соревнований будет прям-таки нешуточным. Я думаю, что не просто нешуточным, а просто нешуточным, потому что говорят, что, как и в любом виде спорта, но в большинстве есть несколько попыток на то, чтобы сделать удачный вариант. Ну посмотри, тебе не кажется, что он всё делает с первого раза, прям сразу? И самое главное, человек не падает. Мне кажется, если человек упадёт на такой скорости, то последствия будут фатальны. Честно признаюсь, я уже тут пару раз упала, и да, у меня болят коленки. Я не представляю, что я с такого упала высоты и скорости. Ну, между прочим, мы вот, как сами ребята нам рассказывали, что трюки-то рождаются у нас в импровизации, и у каждого из них своя уникальная индивидуальная особенность. Поэтому только, наверное, если очень часто много тренироваться и, ну всячески, я думаю, прыгать-перепрыгать, можно вот таким вот мастерством обладеть. Ой-ой-ой, не уезжай, не уезжай. Мне очень сложно удержаться на ногах, потому что я вообще не чувствую ног уже. Зато у тебя есть тормоз, которого нет у меня. Кстати, я прошу оценить тот факт, что Славе гораздо легче, чем мне. Я вот тут страдаю, переживаю. Но мы ждём Михаила. Михаил, подъезжайте к нам. Гришу, Гришу, Михаил, у нас есть, да? Григорий Михалицын, я напоминаю, у нас сегодня, вернее, мы у Григория Михалицына в гостях, так, наверное, правильнее будет сказать. Нужно каким-то образом нам... О-о-о-о, держите. Слушайте, танец коровы на льду какой-то сейчас происходит. Давай, давай. Окей, установились. Гриша, ты вчера видел бразильца, как тебе его дреды? Очень крутые. Редкость. У тебя таких нет. Ну, потому что я не отрастил, вот потихонечку стараюсь, теперь буду отращивать, глядя на него. А как тебе трюки бразильца? Как ты думаешь, у него есть потенциал для того, чтобы победить? Ну, потенциал, естественно, есть. Пожалуй, лидер. Но трюки у него уникальные. То есть они, конечно, не похожи на наши российские, потому что всё-таки Бразилия, там другие трамплины, другие парки. И трюки уникальные, на самом деле. То есть мы смотрим, восхищаемся, естественно, откладываем и хотим тоже научиться в ближайшем будущем. Вот борца можно опознать по сломанным ушам, танцора по походке, осанке. По каким критериям вы друг друга отличаете? Вот роллеры друг друга из толпы как отличают? Как вы выделяетесь? Ну, как правило, это немножко согнутые колени всегда практически. Потому что с годами мы же стараемся кататься на согнутых ногах, чтобы легче было устоять. Поэтому роллеры ходят медленно, не торопясь, коленки немножко согнуты. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, наверное, общение. Потому что всё общение сводится к уличным местам. Постоянно везде мы стараемся отмечать телемные перила и так далее. А, скажи, вот, пожалуйста, а вот есть какие-то, не знаю, у вас прозвища? Там, не знаю, Гриша Быстрое Колесо или там, не знаю, Стёпа Высоко Подпрыгнул? Какие-то такие. Ну, вообще, есть, да, но у меня нет. У меня просто Гриша Михалицын и всё. А почему нет? Ну, я не знаю, так сложно. Я сейчас упаду. Держись, держись. Вот у нас гость что-то говорит, а у меня все мысли исключительно о том, чтобы не упасть. Ты, главное, коленки немного согни и чуть-чуть вперёд. Вот, вперёд наклоняйся, чтобы руки были перед тобой всегда. То есть, если вдруг будет падение, чтобы ни в коем случае не назад, а только вперёд, чтобы ты видел и, грубо говоря, мог попасть и отжаться, да. Скажи, пожалуйста, а ты вот уже сказал, что бразильское и российское отличаются от трюки, да, вот те, которые вы придумываете. А как вообще они рождаются и в чём преимущество? У нас есть какое-то, может быть, преимущество перед ними или наоборот? Да, конечно. У нас трюки рождаются, по сути, на оборудовании, да, то есть здесь мы видим уникальное оборудование, уникальный формат соревнований, на котором ребята смогут продемонстрировать свой уровень. То есть это действительно очень круто, очень, так сказать, толкает нашу всю индустрию. Естественно, мы сможем показать нашему бразильскому другу то, что мы научились на нашем уникальном оборудовании. Потому что у него такого нет, он это отметил. И очень будет рад посмотреть на наш уровень катания, на наши трюки. Почему ролики агрессивные? Чем они отличаются от обычных роликов? Вот такой вот вопрос. Ну агрессивные, скорее всего, потому что на них все-таки скользят по перилам. То есть это немножко такой агрессивный подход. Люди агрессивно воспринимают, что ты не просто рядом с ними проехал, да, а ты именно проскользил, как бы над ними, ты немножко нарушил, ты проехал по тем местам, по которым, в принципе, запрещено кататься. Не всегда, конечно. В данном случае скейт-парк позволяет все это делать официально, специально для этого все строится, двигается и так далее. Поэтому немножко агрессии все-таки есть. Скажи, а вот в самих роликах есть какая-то особенность? Там, не знаю, может быть, супершипы или там, не знаю, какие-то тормоза, может быть, ролики там, коньки, ну, сам колесики вышибные расположены? Нет, только маленькие колеса на самом деле. Широкий плотный пластиковый корпус, чтобы нога устойчиво фиксировалась. То есть не мягкий ботинок. И маленькие колеса, чтобы легче было приземляться. Потому что если будут большие колеса, они, естественно, будут выгибаться, ломаться и так далее. Поэтому пластиковый корпус, очень плотная фиксация и маленькие колеса. Слушай, а вот у меня сейчас такой вопрос, мне замечательно в голову пришел. Ведь ты вот говоришь про агрессивность, да, про такое некое нарушение правил. А как там, не знаю, сотрудники у нас, наверное, в России полиция, в Бразилии тоже, наверное, полиция у них. Как вот в этом плане? Как с... Приводы есть, в общем-то. На самом деле нет, не все так страшно. Мы не так агрессивно прям катаемся, как это люди воспринимают. То есть, естественно, сотрудники полиции, когда приезжают, они смотрят, что ничего, в принципе, не ломается. Что все довольно безопасно. Иногда, конечно, направляют кататься в специализированных площадках, типа скейт-парка. Что, в принципе, происходит, да. То есть это бывает крайне редко, когда мы действительно выполняем трюки на прям страшных, опасных или, там, я не знаю, охраняемых объектах. Это происходит, но стычек, как таковых, не бывает практически никогда. Это все приукрашено. А у нас в Сибири, вот, мне кажется, у нас же холоднее, тут сам из Москвы. У нас в Сибири холодно, как вот, пограниченное, мне кажется, очень количество времени, когда можно заниматься роликами, в принципе, и агрессивными роликами. У нас, наверное, больше разу все-таки зимние виды спорта. Но вот как с этим можно лавировать? Ну, на самом деле, имея такой скейт-парк, как здесь, да, можно кататься круглый год. Это большой плюс. Данный скейт-парк является, я не знаю, центром, наверное, России, потому что сюда приезжают ребята из Москвы и Санкт-Петербурга на ежегодной основе, чтобы тренироваться круглый год. Да, естественно, там зимние дисциплины, они более развиты в России, потому что снега больше. Сейчас в последнее время катаются и на лыжах, и на сноуборде. Но ролики, как бы, скейтборд и BMX в данном случае, то есть на постоянной основе здесь присутствуют, и можно круглый год тренироваться, принимать участие далее в мировых соревнованиях. То есть там, будьте, я не знаю, европейские какие-нибудь и так далее. Скажи, пожалуйста, вот вопрос от меня. Я знаю точно, что любой экстремал мечтает прокатиться по какому-либо из объектов в мире. Вот у тебя какой объект, на котором ты хотел бы прокатиться, ну, не знаю, может, по кромке китайской стены, еще где-то? Ну, на самом деле, я очень мечтал съездить в ту же Барселону, потому что, как ходит, гласит легенда среди всех экстремальных дисциплин, то есть Барселона – это непосредственно огромный уличный спот. То есть там не так много парков, но уникальные по-своему, да, там перила, ступени и так далее. То есть все вот эти вот споты, они максимально пригодны для катания, очень хорошо смотрятся со стороны на видеокамеру. А вот, и поэтому я туда съездил в прошлом году, снял небольшой себе профайл, то есть очень доволен. Все, в принципе, прошло успешно, без травм, без каких-либо плохих последствий. То есть я доволен. Слушай, Гриша, ну вот мы, наконец-то, я думаю, более-менее уже устойчиво стоим. Может быть, научишь нам каким-то элементарным трюкам, только чтобы мы не сломали себе ничего, нам еще вести. Я правильно стою. Правильно стою. Смотри, самое главное, немного поставить все-таки ноги елочкой, да, чуть-чуть. Вот. И можно обязательно приседать, да, всегда колени должны быть немного более согнуты. Вот. Руки всегда чуть-чуть перед собой, поначалу, пока учимся, да. Одну можно ногу поставить немножко под углом и слегка оттолкнуться, надавливая на левую. Слегка. Вот, 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 вот. Ой, 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 ой. Либо упражнение есть елочка, да, то есть мы стараемся нажимать на колени, то есть присаживаемся немного, давим на пятки, немножко все-таки передние колеса, переднюю часть ботинка, да, разводим. Вот так вот. И выгибаем опять. Вот, 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 волна такая пошла. Еще раз, еще раз. Чувствую себя просто к крайней степени нелепо. Приседаешь немного и встаешь. Еще раз, приседаешь. На самом деле, честно вам признаюсь, есть опыт катания на коньках на обычных. Я понимаю, что я в очередной раз убедилась, что это не одно и то же, и что катание на роликовых коньках, оно все-таки отличается от... Мне, на самом деле, главный вопрос беспокоит, как тормозить, потому что здесь нет никаких резцов, зубцов, как есть в коньках. Я не понимаю, как тормозить, я постоянно уезжаю. В твоем случае, да, тормозить можно. Вот, я же говорю, у меня самые сложные попались. Либо ты смещаешь корпус на левую ногу и приставляешь правую, вот, как это происходит. Ага. Получается, ты стираешь колеса правой ноги. Да, я поняла, поняла. Ага. Вот, за счет этого тормозишь. Стираешь колеса правой ноги, звучит очень забавно. Да. В твоем случае есть тормоз, да, на левой ноге, ты просто приподнимаешь. Ну вот, как всегда, юношам Славе досталось все самое замечательное, тормоз. Надо попробовать. Давай, давай. Мне кажется, должен быть звук обязательно какой-то. Главное, да, руки, чтобы были всегда перед собой. Ни в коем случае падение назад быть не должно. Ну, скажи, пожалуйста, ты вот уже участникам что пожелал бы самого главного? Что для них сейчас главное перед стартом таких сложных соревнований? Я думаю, что только стабильность показывает только свой уровень. То, что они научились катать в данном парке, на данном оборудовании. То есть никакой, так сказать, новинки не хотелось бы видеть, чтобы ребята меньше падали. Все-таки видеть полную экипировку, что мы здесь и видим у всех детей, которые учатся. Это очень круто, это прям действительно шикарно. То есть ребят учат кататься правильно и кататься в защите уже с малых лет. То есть сегодня я надеюсь увидеть всех тех же ребят, которыми мы разминались вчера на квалификации. Также в защите, также стабильное катание. Оно очень красивое на самом деле. То есть когда катается человек одну минуту уверенно и красиво, это очень приятно смотреть и очень захватывает дух. Главное не бояться, наверное, да? Смелости побольше, и мы тоже им пожелаем. Напомним, кто был у нас сегодня в нашей импровизированной студии, да? Георгий, Григорий, пардон, Михалицын, роллер-призер международных соревнований. Ой-ой-ой-ой-ой, упадаю, упадаю, упадаю. Ты не падай, лучше расскажи, что нас дальше ждет. Дальше нас ждет сюжет о международном дне памятников. Смотрим. 18 апреля отмечается Международный день памятников. И можно сколько угодно жаловаться на наш город. Мол, далеко находится и климат сложный. Но вот по количеству интересных памятников мы одни из лидеров по России. Предлагаю сегодня провести небольшую телеэкскурсию и начнем с памятника отца-основателя Андрея Дубенского. Монумент действительно стоит в красивом месте. По легенде, Андрей Дубенский решил основать острог, стоя именно здесь. Город виден как на ладони. Сюда часто приезжают туристы и школьники, отмечающие последний звонок. Кстати, у этого памятника одного из немногих есть ночная подсветка, и его можно обозревать круглосуточно. Много в городе и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Перед 70-летием Победы их особенно интересно пересмотреть. Красноярск в годы войны – это прежде всего труженики тыла и работа военных госпиталей. Памятник выдающемуся хирургу и архиепископу Луке расположился в уютном сквере на проспекте Мира. Он был священнослужителем. Именно так он оказался в Красноярском крае за свою церковную деятельность. Он был сослан сюда. В самом начале войны он попросился оказывать медицинскую помощь раненым и был отозван для работы в Красноярском госпитале. И благодаря его усилиям в 43-м году на территории Николаевского кладбища памятники и чувствам юмора, например, всеми любимые дядя Яша и его стажер. Эта забавная композиция появилась у здания водоканала больше 10 лет назад и очень полюбилась горожанам. Они бросают монетки в бутафорский люк и загадывают желания. Кстати, в 2005 году дядя Яша и его стажер стали победителями конкурса «Самый забавный памятник», который проходил по всей России. Не менее забавен и мужчина с собачкой, выпивший на площади влюбленных. На роде скульптура получила название «Дядя Вася Алкаш». А вот памятник 10-рублевой купюре для нас, красноярцев, символ богатства и процветания. Его установили в 2011 году, как раз тогда десятки выходили из обихода. Ну и, естественно, сам Бог велел сделать это в Красноярске, потому что именно на десятке изображены виды города. Прошло 4 года, а десятки до сих пор еще можно встретить в ходу. Кстати, за этот памятник голосовали сами жители города. Вот уж действительно народная любовь. А вот памятник нашему земляку Андрею Поздееву поистине один из самых любимых красноярцами. Ручка от его зонтика и нос светятся, как маяк. Красноярцы верят, сбудется желание, если потереть и то, и другое. Утру на Енисеи Поздеева немножечко жалко, поэтому тереть нос и зонтик мы не будем. Судя по всему, у жителей Красноярска, да и заезжих туристов, желаний очень много. Ведь носы блестят и у Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Этот романтический монумент – излюбленное место парочек и молодоженов. А вот один из самых старых памятников города, без которого центр Красноярска невозможно представить, это, конечно, монумент, посвященный Владимиру Ильичу Ленину. Он изображен в кепке из города, поднятой головой. Памятник Ленину – излюбленное место для иностранных туристов, приезжающих в наш город. Вождя поставили на возвышенность, распахнули ему пальто и устремили взгляд на то, что объединяет весь край и всю Сибирь. Конечно же, Енисей. Я напоминаю о том, что это прямой эфир. Мы находимся в скейт-парке Центра экстремальных видов спорта «Спортекс». И у нас продолжает свою работу Краевой клуб знакомств. Наш телезритель Максим в среду был в гостях и уже заявил о своем желании найти невесту. Но, к сожалению... Она не пришла, не пришла, не пришла. Но это абсолютно не... В отрицательном смысле я говорю, мы, я думаю, что узнаем, почему же она к нам сегодня не пришла. Наверняка у нее были какие-то веские причины, потому что у нас замечательный, великолепный, веселый юноша здесь находится. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Поздороваемся с вами. Здравствуйте. 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 Не случайно мы сели, на самом деле, друзья мои, мы не возвращаем нашу студию сюда. Мы сейчас с вами поедем, но поскольку Михаил, Максим, у нас тоже первый раз стоит на роликах, и поэтому сейчас мы поможем. Мы как уже слегка профессионалы со славой. Ну что ж, на прямой эфир такое тоже бывает. Я в первый раз. Как-то через коленочки. Помоги мне, помоги. Так. Вот. Максим у нас тоже сейчас чуть было не упал. Держитесь за нас. Смотрите, нас уже научили, главное, колени согните. Согните колени, ручки вперед, вперед, ручки. Держите центр тяжести. Ага, вот так. Вот так. И куда-то, куда-то вперед, куда-то вперед, давайте вперед, туда-туда, проедемся. Проедемся туда. Вы уже побывали в студии, вот вас уже начали, может быть, на улице узнавать. Скажите, славу чувствуете? Да, чувствую. Ужнают меня. Я как бы работаю на работе в больнице, тоже узнают. Ну вот, первое падение. Шрамы только украшают мужчины, падение, это совершенно не страшно. А что говорят вообще? Расскажите, как вы. Говорят, как вы туда попали, когда успели туда СМСку послать? Ну я стою очень рано, утром дома. Максим, а вот такой вопрос. А вы уже были женаты? И знаете ли, у вас, есть ли у вас друзья, которые умеют кататься на роликах? Да, я был женат два раза, но это как бы гражданский брак был. Друзья у меня не катаются, у меня сестра катается на роликах. А она профессионально катается или так же на любительском уровне? На любительском уровне. Скажите, пожалуйста, ну вот я думаю, что в любом, наверное, клубе знакомств есть такая небольшая доля людей, которые думают, скептически на самом деле к этому относятся. Но вот вы, я думаю, вы сразу верили, что вот так раз и найдете именно женщину своей мечты? Или все-таки это хорошее знакомство для вас были больше? Как это было? Ну я как бы и думал, что это для меня хорошее знакомство и верил в то, что найду себе вторую половинку. Так, теперь я думаю, нам стоит развернуться. И осторожно, осторожно, главное нашу хрупкую Анну Троягубову не задавить. Да я тут держу вас всех, я же вас везу, вы что же не понимаете до этого? Вот она, хрупкая русская девушка, которая держит на своих плечах двух неуклюжих абсолютно мужиков. Осторожно, мы тут немного мешаем занятию маленьких роллеров. Нам говорят, не сбивайте конусы. Как вы относитесь к детям и хотите ли детей в будущем? В будущем, да, очень хотел детей. Куда-нибудь потом в секцию какую-нибудь спортивную записать или на танцы. Ну вот вы уже про ролики думаете, скажите честно? Думаю. Мне кажется, что это очень... Отлично, со своими детьми вы будете очень хорошо кататься на роликах. Ну, я вам напоминаю о том, что с нами был Максим. Если он вас заинтересовал, звоните по телефону в нашей студии. Ну а прямо сейчас Анна Троягубова расскажет, что нас ждет дальше. А дальше у нас на самом деле, я вот гляжу на всех спортсменов, которые здесь занимаются, наверняка, чтобы так заниматься, нужно правильно много тренироваться. И, конечно же, правильно кушать овощи, фрукты. И главное, это зелень. Вот, вспоминайте, зелень, зелень нужна. А, между прочим, дома ее можно высаживать круглый год и выращивать. Поэтому мы сейчас узнаем из проекта «Крошка. Сад». Как же это сделать, что где купить, смотрите, не пропустите. Весна, хочется чего-то весеннего, свежего и овощного, поэтому я вам могу предложить салатик из свежих помидоров и огурцов. Единственное, наверное, чего бы я добавил в салат, конечно, сейчас весна, побольше зелени. В чем же дело? Мы можем посадить прямо дома, на подоконнике. Мы сейчас и посадим грядку. И не просто грядку, а целый маленький огородик со всеми полезными зелеными культурами. Чем не дача? Даже полоть не придется. А свежие витаминки на столе круглый год, между прочим. Есть у нас несколько вариантов. Вот этот самый простой вариант, который пользуются наши бабушки, дедушки, знаем мы давно-давно. Это когда берется грунт, берутся контейнера и самые обычные семена. Вот укроп, мамонт называется. И будет у вас где? Почему называется мамонт? Большой? Огромный будет, да. А петрушка верейская, почти что еврейская. Такие семена можно найти в любом магазине для дачников. Для начала вспоминаем все, чему научились за предыдущие недели. На дно грунт, поверх семена и полить. Петрушка долго всходит, укроп всходит быстрее. Чуть теплее комнатной температуры – это то, что нужно. Желательно укрыть пленкой для лучшего прорастания. Тогда и ждать себя не заставит урожай. Ну что, посадили мы петрушку. А вот укроп-то у нас мамонт называется. И чтобы он не подавил нашу красавицу петрушку, мы его посадим отдельно. Больше зелени, больше витаминов. Чтобы не теряться во всем многообразии трав, выбирайте отечественного производителя и внимательно читайте упаковку. F1 – это те, которые… они не дают семян. И вот если хотите, чтобы у вас были дети, то F1 лучше не есть. СМЕХ На самом деле… А этот нормальный, да? Этот нормальный, да. Еще один. Одна грядка готова. Легким движением руки у нас возникают современные огородки. Майоран и горчица листовая. Здесь новые технологии нам в помощь. Последняя новинка растений и водов – мобильные баночки. Уже включают в себя все необходимое. Уже эти семена там уже внутри? Уже все есть. Ого. Как это? Как в самолете можно? Курица, соусы. Дренаж, грунт, семена. Размеры нашего сада все меньше, а полезность только растет. А что это за белые? Это специальные добавки. Это перелит, тоже природный материал, который… он сохраняет влагу в земле. И даже температуру. Кто не хочет покопаться в песке, вспомнит детство. Дело полезное, а выглядит как ребячество. Вот так вот беру и по всей поверхности просто засыпаю. И я тоже сам. Вот такой у нас получился замечательный огород. Ждем сходов. Сколько вы сказали? Три-четыре дня. Ну, должны сходы, да, появиться. Ну, вот вы соберли наши меса, у меня огород, но кажется, Татьяна, есть еще какой-то сюрприз. Да. Я, чтобы Александру было, ну, тут как бы долго ждать, когда появятся эти всходы первые. Я привезла вот такую уже пророщенную травку. Дарим это обновление новой жизни, начало жизни. И ты будешь поливать, котик твой будет радоваться. Спасибо. А огород будет расти. Это хлеб, пшеница, овес. Ю-ху. Аплодисменты. Можете падать прямо к нам. Падайте. Падайте прямо к нам. И сейчас мы будем представлять нашего гостя. Это Вадим Шкиль, роллер из Бишкека, Киргизия. Участник всероссийского турнира. Рэп-джем аплодисменты. У-у-у. Ну и, собственно говоря, сразу первый вопрос. В дружественных нам странах популярные ролики, тем более агрессивные. Как там вообще продвигается все это дело? В Киргизстане, к сожалению, вообще никак не продвигается. И как же тебя занесло-то? Я вырос в Европе, я там это начал кататься. Потом вернулся на родину и там начал это развивать. И теперь благодаря тебе там больше адептов агрессивных роликов? Нас человек восемь уже. А где вы там катаетесь? Какие-нибудь здания разрушены или что? Просто на площади мы сварили 10-метровую перилу. Сами, да. Государство нас, как здесь в России, не поддерживает. Вот у нас, я так понимаю, это турнир. Вы готовитесь к турниру. Как оценивается мастерство роликов? Какие самые замороченные трюки, там еще что-то? Как это вообще оценивается? Опыт. Опыт, он как-то, вот опыт оценивается, наверное. Я не знаю, насколько это. Ну, 360 градусов и потом поскользить это очень сложно. Это прям надо быть атлетом, мне кажется, чтобы каждый раз это делать и не падать. Ну, скажи, пожалуйста, вот роллеры все придумывают сами себе какие-то трюки. Господи, забыла, как это называется. Ну, вот ты много придумал сам трюков или все-таки где-то подглядывал немножечко у профессионалов? Конечно, 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 всегда смотришь на ребят, прошников, и они тебя стимулируют. Знаешь, в принципе, база трюков, она одна. То есть это как алфавит. Вот, также у нас есть алфавит, просто мы сами делаем слова из этого алфавита. У каждого свой стиль, свои способности. Я бы сказал, это филологи на роликах, которые составляют свои слова из своих букв. Я напоминаю о том, что с нами был Вадим Шкиль, роллер из Бишкека, Киргизия, участник всероссийского турнира Red Jam. Мы желаем, конечно, продвижения и дальше у тебя на родине этого вида спорта. Ну, а мы сейчас все вместе узнаем, что же сегодня еще можно будет посмотреть на нашем канале. Я думаю, что много интересного и кроме роликов еще будет. Обзор фильмов и программ прямо сейчас. Ну, что ж, мы продолжаем, вернее, как сказать, заканчиваем сегодняшний эфир. Последний час нашего сегодняшнего эфира происходил в центре экстремального вида спорта «Спортекс», где мы, я и Аня Трагикупова старались научиться стоять на коньках. Было очень весело. Мы опросили огромное количество инструкторов, как делать это правильно, и ноги мои уже болят окончательно. Какие у тебя эмоции, Аня? У меня, на самом деле, эмоции совершенно невероятные. Меня тут Настя немного поддерживает, потому что я чувствую, что я уеду куда-нибудь точно. Но мы, конечно же, пожелаем удачи всем участникам сегодняшнего мероприятия, всем победы и развития этого замечательного вида спорта, хоть и немного экстремального, но тем не менее все же великолепного. Ну, а я хочу сказать, что рад вернуться в нашу студию после долгожданного отпуска. Всем привет, хорошего настроения. Ну что же, мне остается сказать только главные наши слова. Одевайтесь по погоде, берегите себя и помните, без вас утро не начнется! До новых встреч!